Что у нас здесь мы сейчас находим? Знак. Это значит больше пяти километров. Скорость нельзя. Значит, на той стороне надо узнать, что там написано. Такая нет. Смотри, не покорябана ли она, ровно ли. Сбегаешь? Ну давай с Богом. Пощупай ее руками и назад. Вот так его приучаешь. Он парень такой, работать нигде не хочет. И родители его подсунут. Вот и желанный, нежеланный. И вот его помаленьку с разных сторон подходим, чтобы он научился слушаться. Сегодня он порыбачил. О, за нами машина едет. Сергей Павлович. За Илюшей съездишь, его не догонять. Только он посмотрит, что там есть. За ним иди. Посмотри, чтобы он посмотрел номер. Вот. Он думает бежать туда и обратно. А мы сделаем так только в один конец. За ним машина послана. Вот как Господь дал. Илюша уже там добегает до номера. Сейчас посмотрел, коснулся рукой. У него послушания абсолютно нет никакого. А тут он начинает слушаться. Ему жизнь. О, он увидал, что машина идет за ним. У него приятные новости. Присап-директор какой. За ним машину присылают. А у нас вот песок насыпанный. Больше половины. Два КамАЗа дня через три обещали только будет. Сейчас они его возьмут. А, он пока разворачивается, он уже прибежит. Значит, не сел. Скажите, ему сказали бежать. Илья. У меня был тут один такой хулиганистый мальчишка-то. Ну, никуда. Все на голубятню. Высокая голубятня. 9,60 крыши метров. Ну, я ему разрешил. Так у него праздник был. Его везде отталкивают. Нигде нельзя. Он хулиганит. Ну, рассказывай. Что там написано? 5 километров нельзя превышать. Ну, это целая краска. Да. Так, тебе предлагали поехать? Нет. А что они тебе сказали? Я не расслышал. Не расслышал? Я за тобой послал машину-то. Ты хорошо, что не сел. Пойдем-ка. Потому что тебе было сказано пробежать туда и обратно. Ты хорошо сделал. Молодец. Вот сейчас приедем. И Господь благословил тебя. 4 карася будут твои. Больше, чем у нас. У каждого. Ну, сейчас мы посмотрим, с какой скоростью дядя Сережа едет. А то мы ему на хлопушку такую дадим. Раз пять туда и обратно проехать. Ну, да. Вот если только он скорость нарушает, мы ему раз пять дадим туда и обратно проехать. Это будет ему штраф. А то управа на них нет. Неправда. Говорят, ничего не сделаешь. У меня один ответ. Да ничего не делали. А начни, глядишь, и получится. Ну, он где-то 10, где-то... Как он, не больше, чем 5 километров едет? Ну, сейчас маленько разогнался, где-то 7. Так, нормально едет он? Ну, да. Подчиняется? Да. Привысил. Сейчас я его остановлю. На сумочку возьми мою сзади сумочку. Дядя Сережа, тебе повезло. Ты скорость не нарушил. А то пять раз туда и обратно, запомни. И никуда бы ты не делся. Ну, все, садимся. Давай мою сумочку. Иди с той стороны, садись. Илюша выполнил все, что надо. Господи, благослови. Ну, дядя Сережа, давай потихоньку вези нас. Вот, Илья первый раз был на рыбалке. Ну, дядя Володя. Так, сейчас там выйдем, мы поищем. Я пол камаза, хочу свалить там, в песку. И мне надо выбрать место, где. Отсюда возить далековато. А где, не знаю. Где. Надо, чтобы не смешивалось с землей. И очень близко было к тому подъему. И потом вот здесь еще надо будет. Не знаю, куда вывалить. Вот здесь вот вывалить. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Как? Опять низинка не возьмет он. А ну, поехали потихоньку. Опусти стекло мне здесь. Вот, видать. Как мы делали. Сваи забивали. Тут два ряда. Камни. Они не могут сойтись. Связаны сваи между собой. Еще тут нету. Так, сейчас остановишься. Илюша, пусть прочитай, что написано там. Ну-ка, выпусти его. Стой. Так, Илюша. Ну-ка, выйди, прочитай, что там написано. На той стороне. Дно каменистые. Я не вижу, где он. Дно каменистые. Прочитал. Прочитал? Ну-ка, давай. Дно каменистые. О, правильно. Кстати, под водой не видно, чтобы люди не боялись. Видишь, как нам трудно, а ты быстро все разобрал. Садись давай. Так, давай здесь посмотрим, где вывалить. Ровное место, не смешанное с глиной. Я думаю, вот здесь вот свалить можно. Ну вот, вот площадка. Где? Слева, да? Справа. Справа. Тут яма. Ямы нельзя. А вот справа, здесь вот ровная вот эта вот. Где? Вот. Где она ровная? Там ямок сколько? Там половина песка. Я думаю, вот здесь вот. Вот. Здесь ровная площадка. Здесь, да. Смотри. Ну вот так я полкамаза здесь оставлю, скину. Игорь поможет эту дорогу засыпать. После дождя тут вообще подъема нет. Ну и все, слава Богу. Илюша, никогда с чужими машину не садись. У нас устав такой был в деревне. И мы за 48 лет не потеряли ни одного ребенка. Строго держались. Велосипеды были, катались. Один на вышке смотрел. Далеко нет, чтобы видно было, где повернет. Я это знаю. Ребенок уязвимый. А называется киннеппинг. Это воровство детей. Их убивают детей. Там органы берут у них. Сердце, печень продают. В Китае. Я видел ее ролик такой. Там страшно смотреть. Ребятишки лежат в ящиках, обложенные льдом. Отправлять, чтобы они не сгнили. Ужасно. Там, видать, это комагорик или лагерный пруд. Вот мы доехали. Ведро-то какое-то у тебя. Так, это не курицем, никому. Ну, что в нем? Это не курицем. Подожди, а что там? Это вода там. Какая-то, да грязь какая-то. Ну-ка, полосни или еще? Что ж такое-то? Хорошо, что, напомнил, цифры не идут, говорит. Это дом вот, Виктор Николаевич, но уже бывший. Неси, у меня вода есть здесь. Илюш, неси, у меня вода есть. Барабаши покупали. Давай, вымой. Что же, кажется. А кто дома-то у вас? Нет, надо... Дома кто у вас? Надо траву сорвать и траву... Я спрашиваю, с ним разговариваю, ты свои слова. Кто дома-то? Я не знаю, чуть люда была. Ну да, вымыть надо. Помоги ему вымыть. Что-то там было у них такое, вода стояла. Карасики чистые. Вот по порядку бери. Вот этого возьми. Ты маленький. Так, вот второго бери. Вот бери третьего. Ну, по порядку, как лежали. Вот четвертый. Все. Четыре. А нам только по три. С Богом. Давай. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. А это вот, ничего, хороший домик, красивый. Большая тарелка. По славу Божию, да будет так. Ну, тебе одна отговорка может быть. Продолжение следует. Продолжение следует...